Он был нелюдим, с соседями общался мало и ничего о себе не рассказывал. Поэтому, когда перестал появляться во дворе, это заметили далеко не сразу. Беспокоились только несколько человек, которые его знали. Они вызывали полицию, но последние повода для беспокойства не видели. Через две недели после того, как мужчину видели последний раз, повод для беспокойства почувствовали жильцы всего подъезда. Неприятный запах, исходящий из квартиры, где жил мужчина, проникал всюду. Айрат Назипов с подробностями. Спасатели вызвал участковый. Единственный способ попасть в квартиру, жителей которой никто не видел уже почти две недели, через окно. Соседи по лестничной площадке смущал странный запах, исходящий из-за запертой двери. И они позвонили в полицию. После вчера уже мы учили. После вчера. Его не видно уже где-то недели-две. Не видели даже. Жители подъезда начали открывать форточки и проветривать квартиры. Некоторые вообще вышли на улицу. И подышать свежим воздухом, и посмотреть, как полицейские выламывают окно. Самое страшное, чего ожидали соседи, подтвердилось. В квартире было обнаружено бездыханное тело 78-летнего мужчины. По базе данных, родственников найти не удалось. Соседи тоже о них ничего не знают. Так как Николай, именно так звали мужчину, был нелюдим. И никому о себе ничего не рассказывал. Очень необщительный. Только имя. Ни с кем не общался. Вот так и всё. Живёт тут давно. Лет 30, не больше. Не взаупотреблял? Этого не было. Нет. Версии убийства полицейскими не рассматриваются. Дверь была закрыта изнутри на шпингалет. Скорее всего, у мужчины были проблем со здоровьем. Причину смерти выяснит суд медэксперты. А полицейские займутся поиском родственников погибшего. Айрат Назипов, Александр Комаров, Пахри Исламов. Вызов 112.